добрый день добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я продолжаю отвечать на ваши вопросы и мы сейчас разговариваем об твердотопленных котлах да в данной теме вопрос об пиролизном котле сейчас наверно никому не открою как говорится секрета то что везде идет реклама о том что только пиролизный котел является самым эффективным самым как говорится лучшим с самым надежным пиролизные котлы продают уже практически все производят почти все с названием но только это все относится к названию почему потому что нельзя многие котлы которые производятся и которые называются пиролизами считать пиролизными хотя если уйти в суть пиролиза да то когда даже мы зажигаем спичку мы зажигаем спичку и у нас появляется пламя над спичкой то вот это вот как раз вот здесь и идет пиролиз образование газа вот здесь не хватает кислорода и образовывается пиролизный газ который переходя в большие слои обтекаясь кислородом зажигается и почему именно вот этот вот край пламени считается самый высокотемпературный вот и вот этот вот принцип пиролиза и сжигания он принципе лежит в любом котле берем обычный котел вот загружаем него топлива он горит и мы фактически тут получаем и пиролиз этого этих дров и тут же же прямое сжигание зависимость того сколько мы подали сюда воздуха но суть пиролизного котла как был он задуман это возможность работы на топливных газах который получается от пиролиза дров когда берется вот такой большой котел большая камера и в нее загружаются дрова потом они поджигаются разогревается до какого-то состояния там когда там образуется где-то 300 400 500 градусов то начинается выделяться газ в начале это просто дымовые газы но как только мы прекращаем подачу кислорода вот сюда идет просто-напросто возгонка разложение дров на газообразные с долгосообразного состояния эти газы выходят в специальную горелку и здесь уже и здесь вот в этой топке вторая топка где идут сжигание пиролизных газов фактически это газогенераторный котел который образовывает сам же газ и сам его сжигает в отдельной камере вот этот котел называется пиролизным не вот этот и нет и не там еще какой-то в котором просто-напросто сделали огромную камеру забили дровами да и запалили и там дрова тлеют этот никак он просто ну как его привыкли называть длительного горения но это не пиролизный здесь нет камеры до сжигания пиролизных газов это обязательная условие для того чтобы назывался котел пиролизным все остальное это ну рекламный ход это просто-напросто разговор о том что люди хотят выдавать желаемое за действительное ну хотят получить определенные прибыли тем более что они и ценник поднимают котла ну понятно он будет больше у него камера больше конечно они назовут пиролизный какой бы он там не был там громадный понятное дело ценник у него будет больше чем у такого котла который будет прямого сжигания и фактически ничем не отличается от этого котла но только у этого будет больше всяких регулировок заслоночек разных там подача воздуха первичного вторичного там ну что угодно но пиролизным он от этого не станет хотя я вам скажу люди называя своих котлы пиролизными в принципе и правы раз в спичке идет пиролиз раз здесь идет пиролиз то почему они не могут называть свой котел пиролизный просто-напросто неправильно подходить к этому принципу если она уже отдельно что пиролизный котел это обязательно сжигание в отдельной камере пиролизных газов если мы так будем подходить то тогда вот эти котлы никак не будут пиролизными будет только этот котел пиролизным если мы поймем этот принцип и правильно будем подходить тогда каждый человек уже будет осознанно идти на выбор пиролизного котла но знайте для эффективной работы котла вот пиролизный котел в принципе начинается где-то с 50 киловатт до 50 киловатт сделать оптимальную камеру для образования пиролизных газов пиролизную горелку все это самое это ну не совсем агрегат который позволяет вот 50 киловатт и выше это уже хорошие пиролизные котлы и сразу тогда понятно что эти пиролизные котлы то в основном то не для жилых малоэтажных малоквартирных домов это в основном уже для больших комплексов все плюс тому что люди должны знать пиролизный котел ввиду того что его вот такой эксплуатации он имеет очень большое количество образования всевозможных смол эти смолы забивают все проходы которые есть в этом котле делается очень много для отбора ребер отбора тепла и вот эти все ребра все это забивается чистить этот котел это ну каждый нужно каждый год еще о чем люди могут не знать что для нормальной работы данного котла нужны дрова с 20 процентной влажности если эта влажность будет выше то вода все вот эти вот эффекты сведет на нет и будет он прямого сжигания и вы вынуждены будем добавлять сюда кислород чтобы он просто напрямую горел и а тогда от этого ничего не изменится плюс тому что люди часто думаю что если они поставили пиролизный котел загрузили в него топлива и будет он там ради неделю или две работать нет извините чудес не бывает сколько котел вместимость если допустим там вместимость 50 килограмм килограмм дров и если мы возьмем по максимальную пусть даже каждый килограмм выдаст 5 киловатт то 50 килограмм у нас в состоянии выдать только 250 киловатт теперь возьмите свои теплопотери разделите вот 250 килограмм и узнаете насколько часов вам его хватит сутками там и не пахнет поэтому вот когда человек выбирает нужно правильно подходить каждому изделию и очень часто вот такие котлы даже такие вот длительного горения получается выгоднее чем ставить пиролизный котел или же может быть купить по цене обычного как по цене пиролизного котла обычный котел да и человек будет думать что у него стоит пиролизный котел значит однозначно не нужно зацикливаться на пиролизном горение потому что пиролизное горение это фактически ну как полупромышленный котел и им нужно очень серьезно заниматься не каждый это дело в состоянии плюс тому что я же приводил не зря 20 процентов очень редко у людей есть такие дрова и сразу не попадают а если тем более влажные пойдут дрова в котлу будет через два-три месяца хана он просто не сможет работать он будет весь внутри забит смолами он просто не сможет работать прожечь его невозможно его нужно только чистить а вы представляете что такое в доме вычистить вот такой огромный котел полный набитый смолой это все это вот это битум весь который он будет везде поэтому когда выбираете какой котел и когда вам говорят что для вас лучше пиролизного нет ну на это посмотрите критично позвоните нам мы вам расскажем на что нужно смотреть в первую очередь надоение надоело вот а вот Продолжение следует...